Сотрудникам полиции Адыгея задержаны участники преступной группы, на счету которой серия имущественных преступлений. В каждом из этих случаев их добычей становились аккумуляторные батареи грузовых автомобилей. Подробности криминального бизнеса в материале Вадима Агаркова. Уголовное дело по факту кражи у 42-летнего майкопчанина было возбуждено зимой 2015 года. В ночное время неизвестные похитили с грузовика аккумуляторы. Через некоторое время в полицию поступили еще несколько аналогичных заявлений. Проведя анализ способов совершения преступлений, оперативники пришли к выводу, что все эти кражи могли совершить одни и те же лица. Позже выяснилось, что ими оказались двое жителей республиканского центра, а также их подельник, проживающий в Красногвардейском районе. Задержание проводили сразу в нескольких населенных пунктах Адыгеи. Поскольку аккумуляторный отсек отечественных грузовых автомобилей не предусматривает каких-либо серьезных запорных элементов, добраться до его содержимого злоумышленникам не представляло особого труда. Другое дело и на марке, но и там подельники нашли способ извлечения дорогостоящих батарей. На первых же допросах подозреваемые дали признательные показания и рассказали о некоторых подробностях своего бизнеса. Сбывали будовые по-разному, в частниках. За курсу 3, не больше 5000. В настоящее время установлена причастность злоумышленников более чем к 10 эпизодам, а часть похищенного удалось изъять. Двое подозреваемых сейчас задержаны в порядке статьи 91 УПК России и водворены в изолятор временного содержания. Вадим Огархов, Вячеслав Коробков, Рустам Нефтых, программа Вести, дежурная часть. 2 сентября в свой профессиональный праздник отметили представители одной из самых старейших служб в системе МВД России – патрульно-постовая. Очень часто в силу своей профессии именно сотрудники этого подразделения первыми прибывают гражданам, которым требуется помощь. В текущем году в республиканском центре только с сотрудниками отдельного батальона ППС полиции Майкопа выявлено более 3500 административных правонарушений. Полицейскими раскрыто около 20 преступлений, среди которых такие как кражи, грабежи и факты незаконного хранения наркотиков. И чтобы узнать оценку деятельности полицейских этой службы, съемочная группа программы Вести, дежурная часть провела небольшой опрос. Это нужно, очень нужно. Дебоширы были у нас в подъезде. Мы позвонили, тут же приехали, моментально. Все решили быстренько и без помех. Видим постоянно, мы вот часто очень здесь сидим, мы ходим сюда, они постоянно тут проживут, молодцы. На высоком уровне поставлено у нас в городе это дело. Хорошая служба, охраняют нас. Вообще-то служба очень нужна, важна, и она с обязанностями справляется.